С 20 марта в столице Карелии запретят выход на лед. Соответствующее постановление подписал глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский. В Петрозаводске приступили к обучению 10 будущих водителей троллейбусов. Курс займет полгода, а тех, кто пройдет его успешно, устроят на предприятие городской транспорт. Благотворительный фонд «Живой город» займется подготовкой волонтеров-психологов. Они будут оказывать помощь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке. На Белом море в Карелии завершились соревнования по подлёдному фридайвингу. Спортсмены установили сразу два мировых рекорда. Алексей Молчанов и Андрей Матвиенко нырнули на глубину 85 метров. Воспитанница Петрозаводской спортивной школы номер два Екатерина Жирина взяла бронзу на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию в Архангельске. Девушка заняла третье место в гонке лонг среди спортсменок до 17 лет. Карельские волонтеры примут участие в экосмене на Соловецком архипелаге. Тех, кто пройдет отбор, обеспечат проживанием, питанием, а также частично оплатят им проезд. Подробности можно узнать в группе Доброцентра в соцсети ВКонтакте.